Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Следую, переходим к следующему вопросу. Об утверждении муниципального бюджета в 2020 год. Отключение комиссии. Дом Милович Кемаль, Стиматый дом прешединтый ашединцы, Дом ворконсильер, Шедоан ворконсильер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Налог для граждан возрастет почти в три раза К примеру, трехкомнатная квартира, последняя центра 256 600 лей Умножаем на 0,07 получаем 179 лей 62 балли В год, естественно, не в месяц Если было в месяц, то вообще было бы в корову Теперь берем предлагаемые 0,2% получаем 513 лей 20 балли, что приводит к увеличению в 2,86 раза По причине того, что в 2020 году будет произведена переоценка этой категории группы, называйте это как хотите Если мы сейчас сегодня утвердим этот коэффициент, то налог для граждан в муниципе возрастет не в три раза, а в 5-6, а возможно и более Ведь этот налог уже будет исчисляться от крайней стоимости, которую еще никто не знает, какой она будет Но с уверенностью можно сказать, что цена эта на 200% уверенность, она не снизится, а повысится Беря во внимание все, что было сказано выше, фракция партии социалистов предлагает, и это было бы правильно и разумно Создать согласительную комиссию с участием всех фракций, независимых советников, всех партий Для окончательного принятия решения по данному вопросу Ведь бюджет муниципия является одним из основополагающих документов, которые принимаются на 2020 год От качества этого документа, как он будет разработан и немаловажно реализован Зависит, как будет развиваться наш муниципий в 2020 году во всех сферах жизнедеятельности Уважаемые советники, я призываю вас серьезно подумать над данным вопросом Ведь жители муниципия голосовали за нас, как советников, возлагая на нас большие надежды Так давайте не будем разочаровать их Фракция партии социалистов предлагает объявить перерыв на 20 минут И обсудить во всех фракциях и советникам от других партий данное предложение Ведь у нас еще есть время до конца 2020 года для того, чтобы мы взвешенно обсудили, утвердили и приняли данный бюджет Секретаря муниципи муниципального совета прошу внести в протокол данное заявление Спасибо С бумаженцами я без НТВ есть, смотрю Наши коллеги всегда готовятся с такой ясной речью, когда есть какие-то их телевидения Надеюсь, что меня тоже покажут на НТВ Но я без бумажек, не подготовлены, но есть что сказать Дома Морлада, мадресисты у меня вас Наинте для анализа бюджетов, я даже не признаю Капачтец и абилитец, ка са чтиц корект И са ной ищите аичи у фаца трибуне, ка не чтее декларации муниципи И са дучец болтение и геваре Довсе не привез граве текори Примога ма говорите, че дам ниба си цей ругат Пой са счити, че щит Дефакт, ка петру ацалу текории De persоанни, ну се ва ма жора Кунаштец десе при ацет закута? Да, дам Азота. Ну, даме са ра спунец, кунаштец десе при ацет закута? Де че фааце эти Аственные декларації Аи что ва азсе террибнана? Дефакт, нам не естега за вида наien. С таким же обращением смотрю на вас, коллега. Вот вы мне объясните, вы как физическое лицо, которое платите налоги, как и я, как и все наши коллеги. Почему вы возмущаетесь? Вот вы затронули этот вопрос и на прошлом заседании, но почему-то меня никто не услышал. Почему сегодня я, налогоплательщик, как и вы, должны заткнуться и закрыть рот, когда в бюджете президентуры он увеличивается на 35 миллионов? Почему я должна из бюджета страны выделять эти деньги, и когда спрашивают, я не даю имени. И когда спрашивают о том, а может быть все-таки не так много нужно выделить, то один человек оттуда говорил, это не обсуждается и бьет кулаком по столу. Вы, когда выходите на эту трибуну при ваших телевидениях, выходите с такими популистскими декларациями, вам это к чему? Вы мне объясните, вы думаете, что мельчане вас полюбят больше или меньше? Вас кто-то заметит больше или меньше? Мы здесь делаем политику или мы здесь занимаемся решением каких-то людских проблем? Вы просто объясните мне, потому что мне, например, непонятно. И когда налог на недвижимость, на физических лицах, в бельцах, самый близкий в стране, самый близкий в стране, самый близкий в стране. Мне очень жаль, что вы просто не делаете анализ. Мне очень жаль. И более того, еще раз повторяю, есть категория людей, я просто попрошу Ирину Михайловну подтвердить, ведь есть категория людей, которые не платят вообще данный налог. Так что, пожалуйста, не делайте на плечах наших мельчан политику. Не делайте политические декларации, не вводите людей в заблуждение. Вам нужны политические очки? Выйдите на улицу мельчанам и сделайте. Но не с этой трибуны. Вы не имеете никакого права. Понимаете или нет? Вы просто не имеете права это делать. Вы сюда пришли решать проблемы мельчан. Проблемы. Понимаете так? И попрошу Ирину Михайловну, чтобы нас присутствовали. А я что, кого-то обвиняла или что, что мне реклика нужна? Уважаемые коллеги, я позволю дать экономическую составляющую данного вопроса без эмоций. Значит, не углубляясь в исторический ракурс, довожу до вашего сведения, что до 2013 года ставка налога на недвижимое имущество в муниципе колебалось, колебалось в ее минимальной величине и составляло 0,05% при максимальной 0,05%. С 2013 по 2016 год ставка увеличилась незначительно на 0,01%, а с 2016 по 2019 еще на 0,01%. В своем абсолютном приросте она составила за 6 лет 0,02% цененной стоимости объекта недвижимости. Какой экономический эффект был получен от этого незначительного повышения? Мы получили дополнительных доходов местного бюджета за 6 лет в размере 3,459,000 леев. А сумма выпадающих расходов, которые взяла на себя местный бюджет, на покрытие расходов в социально уязвимой группе населения составила 10,163,000 за 10 лет. Таким образом, за 6 лет мы с вами, несначительно повысив эту ставку налога, получили отрицательное сальдо в размере ни много ни мало, а порядка, вы же понимаете, 6 миллионов, 6 миллионов 704 тысячи леев. То есть экономическая составляющая такого рода повышений незначительная. Она говорит о неэффективном администрировании и отсутствии экономической подоплеки при принятии такого незначительного повышения ставок налога. Поэтому в 2020 году, в 2019 году раньше был проведен ракурс, а что наши коллеги в других административно-технических городах страны именно городского типа. И мы провели анализ, анализ представлен на сайте главной государственной налоговой инспекции, и у меня на столе лежат выписки из решений советов всех городов страны. В результате мы имеем вставка налога на недвижимое имущество в 2019 году в Огнице, у Причанных Мгенов составляет 0,3%, либо в 4,3 раза выше, чем в Муниципе Беллзе. У Данюшанда, Кантемири, Телинешна, Хлевова, 0,2%, либо в 2,9 раза больше, чем в Муниципе Беллзе. Единца, Кагули, Бесарабяцкий, Калороше, Миспарена, 0,16, 2,2 раза больше. Кишинев, Овергей, Ведроки, Филисток, Гладианов, Чемешвей, Резинь, Хинчешток полтора раза составляет 0,1%. То есть минимальный процент установлен в Муниципе Беллзе. Принимая во внимание, что переоценка объектов недвижимости на протяжении по одним объектам более 10 лет, по другим более 15 лет, в Муниципе не производилась, оценочная стоимость объектов в Муниципе минимально низкая. Она в разы отличается от рыночной цены. И должна вам сказать о том, что в 2013 году в акте счетной палаты было очень четко указано Бельскому муниципальному совету, что органы местного публичного управления не используют в полном объеме все повышения доходных источников и, не решая проблемы собственных доходов, ставят вопросы перед государственным бюджетом по увеличению доли трансфертов на содержание социальной сферы муниципа. С 2013 года прошло уже 6 лет. И только впервые сегодня мы возвращаемся к поднятию, незначительному поднятию ставки и выведение ее до среднего уровня по стране в целом. Что же... Значит, какова оценочная стоимость объектов недвижимости сегодня для исчисления в муниципе ДОС? Стоимость однокомнатной квартиры 69 тысяч лев. Стоимость двухкомнатной квартиры 115 тысяч лев. Трех, сто семьдесят четыре, четырехкомнатные, двести шестьдесят лев. Исходя из действующего процента, мы сегодня оплачиваем 48 лев. 30 копеек в год однокомнатная, 80 девяносто два двухкомнатная, 122 и, соответственно, 182 трех- и четырехкомнатные квартиры в год. При всем при том, что эту сумму мы можем уплатить с дисконтом в 15 процентов. В ситуации с 30 июня мы ее оплатим. И можем уплатить два срока до 15 августа, до 15 октября. То есть сумму 48 мы еще с вами с дисконтной картой можем еще оплатить по 15 лев два раза в год. Вот это мы имеем сегодня ситуацию. Значит, кроме того, мы много с вами говорили о социально уязвимой группе населения. Она очень большая, предусмотрена 283 статьей налогового кодекса. Это пенсионеры, это инвалиды первой-второй группы, это афганцы, чернобыльцы, преднестровцы, это семьи погибших в войне, это семьи инвалидов, это семьи, где содержатся дети до 18 лет, это репрессированные последствия, репатриированные лица. Они получают полную льготу ступроцентную, если объект недвижимости до 156 тысяч лев, если они являются собственником и проживают по месту прописки. Более того, лицам, которые не попали в эту категорию, мы предоставляем с вами освобождение по 284-й. Если объекты недвижимости находятся в зоне подтопления подпочвенных вод, либо недвижимость по каким-то причинам находится несоответствующим образом, то есть еще одна льгота, мы предоставляем еще 15-процентную скидку, причем под государственные гарантии, которые не покрываются средствами государственного бюджета и ложатся на плечи местных сообществ. Почему именно в канун 2020 года мы пришли к тому, что можно до среднего уровня по стране довести эту ставку налога? Согласно официальной статистике, которая взята из официальных сайтов нашей госстатистики, уровень темпы прироста средней заработной платы по экономике в 2019-м году в 2017-м составили 26%, в бюджетном сфере 29,4%, из них в сфере образования 35,9%, в сфере здравоохранения 25,3%, в прочей категории бюджетников прироста 17,7%. По муниципе Беллс в образовании прирост составит на 2020-й год 33,4% и по культуре 50,4%. Таким образом, составляющая всего 2020-й год позволяет говорить о том, чтобы мы с вами все-таки потянули нашу ставку до средней по стране, не поднимая ее до максимальной величины. Напомню, она составляет 0,4%. Честно говоря, комментируя именно эту ставку налога на недвижимое имущество, я хочу обратить ваше внимание, что в этой аннексии 8, которая является приложением к бюджету, еще одна ставка, которая тоже очень сильно интересна уже не только физическим лицам, но и всем экономическим агентам. Вы не обратили внимания на пункт 5. Ставка налога на недвижимое имущество оплачена на объекты нежилого фонда, который составляет 0,3% от осененной стоимости, и который касается всех экономических агентов, как физических, так и юридических лиц, которые работают в сфере малого, среднего и большого бизнеса. То есть сегодня маленькая парикмахерская на две швыни, маленький салон красоты, стоматологический кабинет, аптека, малый бар, большой ресторан, они все попадают под 0,3% от осененной стоимости, а осененная стоимость там вычисляется 150 тысяч миллионов. Но тем не менее эти 0,3%, которые были подняты государством и законодателем в прошлом году, на 2020 год, она не комментируется, потому что решение Совета на этот счет не нужно. А почему бы мы сегодня с вами не поговорили еще об одной ставке, которая тоже на собственность, она составляет 0,8% от оцененной стоимости объектов, и называется это ставка по имущественному налогу, которая приводит к двойному налогоблажению одного и того же объекта недвижимости стоимостью более полутора миллионов при квадрате 120 квадратных метров. А ведь в этих домах живут, простите, не только, извините, воры, взяточники, здесь живут люди, которые карбатятся, будем грубо говоря, за границей, которые используют ритуальный труд. Таким образом, две ставки, только в рамках одного источника, налоги на собственность 0,3 и 0,8, мы их не комментируем сегодня. Спасибо законодателю. Таким образом, что происходит? Вы понимаете, зачем была высота маржа в ставке 250? То есть на объекты, грубо говоря, коммерческие объекты, объекты нежилого фонда, это фиксированная ставка 0,3%. Вы можете ее только принять к сведению. А ставка на объекты жилого фонда, она уже высота с большим размахом 0,05-0,4. То есть государство не хочет принимать популярные решения и предлагает органам местного публичного управления самим взять на себя эти риски. Поэтому предлагаю рассмотреть через призм экономической классификации этот вопрос. Что касается заявления господина Пресокаря о том, что у нас будет произведена переоценка в 2020 году, я бы не говорила с такой уверенностью. Я посмотрела на сайте государственный бюджет, он в неполном формате еще публикован, но о том, что из госбюджета выделяются расходы для Агентства земельных отношений и кадастров на массовую переоценку веков недвижимости в стране, я этой статье расходов не увидела. И на протяжении 15 лет переоценки не было, большие сомнения вызывают, что массовая будет произведена. Это довольно большие расходы местного бюджета. Поэтому говорить предварительно о том, что если это произойдет, то это будет очень сильно страшно, сегодня говорить еще рано. Потому что муниципальный совет собирается регулярно. Если вдруг это произойдет, это будет наша полномочия и ваше право вернуться к пересмотру ставки налога на недвижимое имущество, доведя ее до приемлемых для населения величин. Спасибо. Ваше право, отмечательные вопросы. И не разлагать никак. Здесь еще никто не разложился. Это раз. Добрый. Меня еще никто не разлагался. И вас разложили, пожалуйста. Второе, это не я боюсь, вы боитесь платить. Значит, Леонид Михайлович, скажите мне, пожалуйста, какая не то лика в 2019 году, вот есть люди, которые не платят, не хотят платить. Я не имею в виду, чтобы опять не поправляли, не говорили, что льготки, без, отключаем, отстраняем. Какая не то лика, допустим, было, к примеру, тысячу человек должны были заплатить, сколько из этой тысячи заплатило. И какие меры с вашей стороны юридического отдела было принято по этой группе, граждане. Спасибо. Значит, довожу до вашего сведения, что с 2014 по 2019 год уровень собираемости налогов по этому виду сбора в стране в Бельсак самый высокий. Он составляет 96-97% от суммы начисленных сборов. Сумма процентов, не осуществивших оплату лиц, составляет 3% от граждан населения, которые являются платежами данного вида налога. Их в среднем порядке составляет 80 тысяч лей. Что касается натуральной величины. По состоянию на сегодня зарегистрирована дебиторская задолженность в размере 730 тысяч лей из 5 миллионов 400 администрирована по состоянию на пятницу прошлой недели. Что касается мер принудительных взысканий. Специально не готовы, смогут ошибиться в десятки случаев, но цифры достоверны. Значит, за период с 2014 года по 2018, с того момента, как нам налоговый передал администрирование этот сегмент деятельности, в судебные органы подано 584 судебных иска, из которых удовлетворено в 100% объеме по судам, из них судебными пристами 96% обеспечили принудительные взыскания. В прошлом году, с изменением статуса главного государства налоговой инспекции и введением их к управлению принудительными взысканиями, материалы были переданы в прошлом уже году в количестве 274 материала на исполнение главной налоговой инспекции. По состоянию на сегодня 74% удовлетворены. Что касается на сегодня. У нас готовы пакеты документов в размере 154 единицы, которые будут переданы в первые числах января на принудительное взыскание налоговой инспекции. Что касается, если рассмотреть структуру дебиторской задолженности, то я вам хочу сказать, что там есть незначительный процент, порядка 8, это безнадежная дебиторская задолженность со сроком погашения более 6 лет, которую мы с вами уже вряд ли сможем взыскать. По какой причине? Значит, лица умерли, наследники не прослеживаются. И мы имеем факты, поставим на сегодня 44 объекта выморочного имущества, которые также направлены в главную государственную налоговую инспекцию для определения статуса и в случае необходимости передачи их органов местного публичного управления для распределения малоимущим слоям населения. Есть лица, находящиеся за границей, без права передачи права покошения дебиторской, они находятся в розыске, и информацию судебных приставов вы можете ознакомиться у меня в кабинете. Идет розыск, накладываются аресты на имущество, запрещается выезд и въезд на территорию Республики Молдова, накладываются аресты на счета дебиторов в ситуации, если они есть. Спасибо. Предлагаю поставить на голосование предложение. Да, господин Жуков. Дорогие коллеги, я бы хотел напомнить, что в данном проекте бюджет не было учтено ни единого из предложенных на публичном слушании предложений из 17 ни одного пункта. Вот так вот, то есть смысла с этих консультаций с нашими гражданами абсолютный ноль. Также по недвижимости, по налогу. Кто-то из здесь присутствующих может мне дать гарантию, что в ближайшем времени кадастр не поведет переоценку, и мы не станем положенками, и нам не пустят на своих глазах начальник. Можно кто-то? Я бы такую вероятность не описал. Я вам говорю, исходя из структуры расходной части государственного бюджета страны, эти расходы не предусмотрены. Но вы же знаете, что согласно законодательству бюджеты уточняются каждые полгода. Возможно, будут уточнены, возможно, будет произведенная переоценка, и если результатом анализа это будет сильное влияние, мы с вами встретимся, проинициируем эту инициативу, и, возможно, мы вернемся к изменению ставки, может быть, даже в сторону уничтожения. Наспределитель сограждан. Спасибо. Я воспользуюсь правом на рефрику, то, что господин Рачевко обратилось красиво. Значит, вопрос обстоит в том, почему мы, советники, не приняли его внимание, предложенные предложения советникам маршрута, обкланили, на комиссии везде. Почему мы сейчас, как мусорный вопрос поднялся, опять я понимаю, я не хочу, я никогда не буду в кризисе политики и не буду в советах. Но почему по мусору вопрос тарифа ой-ой-ой-ой, а за квартире поедет, ладно, пойдем. Почему, извините, это граждане нашего города, тариф мусора, тариф за пожелание, это одно и то же самое. И мы должны бороться за это, и мы должны отставить. Они нас избирают. Прекращайте. Я не прекращаю. И я вас попрошу, госпожа Кристофа, значит, я попрошу на совете, пожалуйста, не опинируйте верхними летающими дивидендами. Парламент, правительство, мы здесь занимаемся местным. Мы на ответственном уровне, законодательная власть. Давайте будем заниматься вопросами местного характера и не будем витать в облаках. Спасибо. Я вам позволю себе не согласиться с вами, господин Пресоков, как председатель столичного права на заседании, потому что, как сказала госпожа Ильина Преско, я налогоплательщик и я имею право знать, куда идут мои деньги, и сколько денег по задержанию президентуры и тому подобное. Спасибо. Люди нашли эти идеи право знать, куда тратится их деньги. Мы за это говорим, за бюджет муниципи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, абсолютно. Таксалокалу. Я хочу сказать, что я был в 5 этапе и я говорю, что в автогарах, в то же время, которые мы находимся в автогарах, в такие же фрукты, в такие же гепунии, первая вопроса, на которую я спросил, если вы выжили на 650 000 рублей? Весь веяков, если вы видите, как у вас есть, в репарации на тротуарху? 200 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы говорите, что люди за развитие города, правильно? А вы спрашивали людей, люди согласны, что их подняли? Вы сказали, что вы согласовались с бизнесменами, которые сказали, что они против этого. А почему люди, которые на сегодняшний день получают гроши, должны вызвать на свои плечи еще это, повышение этого тарифа? Почему бизнес, который в городе работает, я не беру ни 30 квадратных мест, а 200 и более против? Они что, каждый месяц будут платить? Нет, они раз в год. И я думаю, что поднятие этого тарифа не объединяет. Бары, рестораны, развлекательные, эти все. Извините, пара идет на свадьбу, минимум 1300 поставляет нам. Минимум 1300. Давайте мы посмотрим с этой стороны. И то, что Борис Маркович предлагал, давайте посмотрим. Спасибо. Господин Калбоков. Я считаю, что если в практике специалистов так настаивалось, что на продолжение Борис Марковича были приняты переместные сборы, действительно надо повышать тексты, не согласен. Давайте действительно может удалиться на перерыв в суде и повысить сбор. Господин Владимирович. Реплику. 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 Николай Иванович, Вы сказали, что были у многих таких комиссий агентов, которые сказали, что Борис Маркович. Скажите, пожалуйста, если мы говорим про трехкомнатную квартиру, подумайте, ну сколько она 200 лет, да? Да. Тогда я говорю другое. То 30 метров квадратных, то 650, то тысяч сколько они получаются в год? 350. Интересно. У низком агенту 350 и другому, со трехкомнатной, раз не заняты почти. 350 и 200. Я считаю, может быть, какие-то, которые на самом деле большие, но я нигде не нашел, что мы в этот боевый спасали. Спасибо. Поступиться по диаграммам. Да, спасибо. Хотелось бы сказать, что госпожа Крицкова, Вы тоже о том, мы сегодня говорили, довольно-таки не наоборот. Меня от меня не показывают. Репортаж на Вашем телеканале. Репортаж с вашим удовольствием вечером посмотрите. Уже мне свою богатность. Спасибо. Что касаемо… Да. Можно, пожалуйста? Спасибо большое. Что касаемо президента, как влазит на воду, я думаю, не проблема. Если Вы зайдете, все транспарентно, Вы можете увидеть то, что воспользуется средство. И, в качестве средника, Вы тоже можете отварить вопрос, если Вы сможете выкликнуть это где-то в интернете, на сайте, где-то, где-то еще где-то. И, конечно, внимание, Павлович, мы не голосуем против бюджета. Не надо переворачиваться, пожалуйста, снова. Я не переворачиваю. Нет. Мы голосуем против повышения налогов. Мы считаем, что муниципи – это одна ситуация, и что муниципи должны произвести хорошие дела. Мы голосуем. Мы воздерживаемся, мы даже голосуем против повышения налогов для людей. И мы голосуем против того, что Вы проводите публичные слушания, которые, на самом деле, являются, по большому счету, фикцией. Потому что ни одного предложения ни одного человека не было включено. Ни одного предложения ни одного муниципального сведника не было включено. Предложение господина Маркоча, Вы всегда говорите, никто из сведников не делает какие-то проекты для повышения, для дополнительного дохода нашего бюджета. Вот, в общем, и хорошие предложения. Потому что мы собираем деньги с каждого печатника, но в то же самое время академические аргенты. Как и говорил господин Маркоч, у нас бьется всего лишь идти на ресторан, который платит на лоб. Господин Григорьевич. Что ж вот так вот за эти рестораны, бары, идиоты. Что вот так, господин Грамма? Вы не сами сидите в этих ресторанах. Я там не сижу. Вам же повысят, кто там взяли. Ну, нет, понимаете. И господин Грамма почему-то что-то вот так вот выкручивает. Президент, не президент. Да какое же неправо? У вас президент с 18 миллионов поднять на 35. Господин Григорьевич, он виноват. Он все народно избран. Он избран. Благодаря нам так мы его избираем. Нам, нам, а не вам. Потому что он стоит на жаление, конечно. Я извиняюсь, вы что-то радует, что они себя тут ведут, объясните. Пожалуйста, порядок сзади. Господин Маркоч, мы чуть-чуть путаем налоги, понимаете. Вы, я говорю, за налог о недвижимости, вы говорите на экономических агентах. Я говорю о том, что каждый гречанин сегодня рад участвовать в жизни нашего города. То есть сегодня он может, благодаря своей квартире, однокомнатной, двухкомнатной, двухкомнатной, но, конечно, и благодаря, кто имеет больше тысячи квадратов или два тысячи, ну, чуть больше давать. Они участвуют в жизни города. Эти деньги пойдут на развитие города, на развитие дворов. Что в этом плохого? Вы сейчас говорите про это, что не подняли ни один налог для экономических агентов. Я вот не могу понять, это плохо, не хорошо, но вы выйдите на рынок наш. Пойдите на Больбуково, на Северный вокзал, выйдите на крытый овощной рынок, поговорите там с людьми. Там послушайте, что говорят, что вы хотели сделать. Обсудите этот вопрос на комиссиях, советники. Советники все проголосовали за этот вопрос. Сегодня все переворачивается и делается опять кино, вот это, которое они хотят для себя посмотреть. И что касается канала БТВ, господин Грамм, вот канал БТВ, он не при Марии, не Елены Грицко, не Григоришина. С чего вы взяли, что канал БТВ это личный чей-то канал? Вот я этого не понимаю. У вас есть юридические доказательства о том, что БТВ принадлежит при Марии. Это было, вы перепутали, при вашем депутате. Они платили за БТВ, наверное, отсюда, муниципального бюджета. Понимаете? А если вы сегодня не знаете, сделайте запрос в юридическую службу БТВ. Пускай вам ответят, чей это телеканал. Вот и все, не надо к ее путать. Грицко, не Григоришина к этому телеканалу. Никак не делайте запрос. Кому принадлежит, из каких финансирований финансируется канал БТВ. Мы не в курсе. Учите, кто за этот вопрос сделал? Когда? Есть заявление? Есть заявление, я вам покажу. Сделала его Диана Гроссова. Она же ваша группа. Чего? Нет? Не правда? Госпожа Левченко, пожалуйста. Не правда? Не правда? Все не планируют, чтобы наш город был самым лучшим. Ну можно уже говорить или это... Чтобы наш город был самым лучшим, самым красивым. Чтобы нашим жителям здесь жилось хорошо. Вы, ребята, говорите о развитии БТВ. Вы говорите о ваших предложениях. У меня к вам вопрос. А где в ваших предложениях, где взять деньги на это все? А где в ваших предложениях? Да. А где в ваших предложениях? А где в ваших предложениях? Да.